МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Стаханов родился 21 декабря 1905 года в деревне Луговая, Орловской губернии. Теперь это Липецкая область. В деревне сохранилась легенда о происхождении фамилии Стаханов. Рассказывают, будто бы здесь в поле когда-то остановился со своим войском хан Измаил. Теперь на этом месте стоит село Измалково. Недалеко расположился на жилье ханский гарем. Впоследствии село так и назвали – жилье. А рядом с ханом неотлучно находилось его войско. Стан хана днем и ночью охранял Измаила. От сочетания слов «стан хана» и произошла фамилия Стаханов. В деревне Луговая сейчас проживает около 50 стахановых. Алексей Стаханов родился в одной из беднейших семей деревни. Помимо него у родителей было две дочери – Пелагея и Ольга. Отец его пошел, попал в Первую мировую войну. Там попадает он в плен. Вернулся в 1922 году совершенно больным, разбитым человеком. И в скорости умирает. После него через полгода умирает мать. И вот Стаханов, как мужчина считается глава семьи, ему нужно кормить, поднимать двоих сестер. Их семья самая бедная в селе. И вот, чтобы поднять как-то свой уровень жизненный, каждый крестьянин старался заиметь лошадь, потому что лошадь была самая главная в сельском хозяйстве. Многие жители деревни Луговая уезжали в это время на Донбасс, на шахты, за легким заработком. И вот Стаханов захотел иметь лошадь и поехал. Собственно, из-за лошади он поехал на шахты. В 1927 году Алексей Стаханов приезжает в Кадевку, на шахту Центральная Ирмина, и устраивается на работу. Сначала канагоном, затем тормозным, забойщиком. Когда появился отбойный молоток, Алексей одним из первых освоил работу на нем. Не каждый шахтер мог работать на отбойном молотке. Все привыкли работать на обушке. Это сподручнее, привычнее. Было связано с тем, что плохо подавался сжатый воздух. На отбойный молоток. Была большая загазованность. И шахта Центральная Ирмина с частыми мелкими уступами шахтеры друг другу мешали в лаве работать друг к другу. И когда в 1935 году быстрым шагом стало по стране развиваться социалистическое соревнование, портург шахты Константин Григорьевич Петров предложил отметить день 1 сентября 1935 года, это был юношеский день, своеобразным рекордом. Когда доложили об этом начальнику шахты, он отказался. Не захотел. Делал все препятствия, чтобы рекорд этот не состоялся. Ну, у него были, видимо, на это свои причины. Но начальник шахты отказался, не поддержал их. И в ночь 30-е на 31 августа в забой спустились Константин Григорьевич Петров, который освещал лаву Стаханову, когда он работал на отбойном молотке. Редактор многотиражной газеты «Штурмовка» Михайлов, он следил за погрузкой леса, за хорошей доставкой леса в забой. Начальник участка Машуров, который, наоборот, отгружал, за отгрузкой уже угля следил. И двое крепильщиков, Щеголева-Борисенко. В чем заслуг Стаханова? Раньше забойщик сам за собой и крепил лаву, и рубил уголь. А Стаханов предложил, это именно была идея Алексея Юрьевича Стаханова, разделить труд забойщика и крепильщика. И вот за 5 часов 45 минут он нарубил 102 тонны, выполнил 14 норм. Всегда очень многие спрашивают, ну как можно нарубить такое количество угля? Вот люди, которые не следующее в горной промышленности, не понимают, думают, ну вот тонну можно нарубить, ну как вот 102 тонны. Значит, выбрали, во-первых, лаву с пластом средней мощности, 1,4 метра. И вот Стаханов сначала отбойным молотком делает подбойку, затем снимает верхний пласт угля и несколькими ударами молотка отбойного выбивает эту глыбу угля и падает, падает сразу 13 тонн, вот чтобы было понятно. И как посчитали, что именно 102 тонны, нагрузили 6 больших вагонов. И вот вес вагона, просчитали, что это получилось 6 вагонов, это 102 тонны. Вот так получился рекорд. Надо сказать, что хотя этот рекорд и держали в тайне, все-таки молва о нем прошла пока девки. И после смены утром 31 августа в Стаханово с цветами встречали жители поселка и сами шахтеры. Впоследствии многие старались пойти на рекорд. Некоторым шахтерам даже удалось превысить достижения Стаханово. Сам Алексей Григорьевич еще трижды превышал отметку в 102 тонны. Спрашивают очень часто, почему Стаханово именно выбрали. Потому что прежде всего у него были хорошие физические данные. Он был высокого роста, касаясь сажень в плечах. Вот дочь его велит Алексея, она рассказывала, что у отца был кулак с головы ребенка новорожденного. Большие были у него руки. А подержать отбойный молоток, на весу работая, это очень тяжело. Отбойный молоток весит до 13 килограмм. 1 сентября 1935 года в газете «Правда» вышла маленькая заметка о том, что шахтер Алексей Стаханов установил новый всесоюзный рекорд, дав угля в 14 раз больше нормы. Эта заметка попалась на глаза наркома угольной промышленности Сергу Орджоникидзе. Он сразу предложил поддержать почин Стаханова. И по советской стране стартовало Стахановское движение. Причем не только в горной промышленности, но и в других отраслях народного хозяйства. После того, как Стаханов совершил рекорд, у него появилось очень много последователей. В сельском хозяйстве известная Паша Ангелина, которая возглавила движение тракторщиков тысячниц, тысячи гектаров обрабатывали. В свекловодстве движение пятисотниц, это Мария Демченко и Мария Агнатенко. Они в совершенно неурожайный год 1935 года, когда собирали все по 132 тонны центнеров с гектара сахарной свеклы, они собрали 500, вот движение пятисотниц. Движение на железнодорожном трансферте возглавил Кривонос. Это движение беспростого паровоза, ремонт самой этой бригады паровозной и увеличение скорости. В горной промышленности, в металлургии Макар-Мазай, это первый стахановец-толивар, который работал скоростными плавками. И, конечно, в период Великой Отечественной войны очень большое значение имело стахановское движение. Ведь Александра Бабич, известная, которая работала на шахтах антрацита, впервые выступила с таким призывом «Женщины в забой». И вот призыв Александра Бабич подхватили очень многие женщины. Создавались бригады на волоотбойщиц, забойщиц, которые спускались за бой. Вот в Горловке была известная бригада «Ломонос-Гришутиной», которая прогремела на весь мир. Они давали очень хорошие выработки по добыче угля. Несмотря на внезапно обрушившуюся славу и известность, Алексей Стаханов оставался малограмотным сельским человеком. У него были простые, обыденные интересы. Любил играть на гармошке, петь, выпить за компанию никогда не отказывался. К сожалению, эта безотказность его и погубила. Но об этом мы скажем позже. Вернемся ко времени совершения рекорда. Естественно, парт-организация не могла оставить рекордсмена Стаханова без поощрения. На второй день состоялось заседание партийного комитета. Члены парткома постановили занести имя Алексея Стаханова на доску почета, выделить квартиру, оборудовать ее за счет шахты, необходимой мебелью, установить телефон. И еще. Наконец-то сбылась мечта, ради исполнения которой Алексей, собственно, и приехал на Донбасс. Шахта выделила ему лошадь. А в поселковом клубе для просмотра всех кинофильмов, спектаклей, всевозможных мероприятий было предоставлено два именных места для Стаханова и его гражданской жены, красавицы-цыганки Дуси. Дусю впервые встретили, Алексея Ильича Стаханова, в буфете, где она работала на шахте «Центральная Ермина». Она была кухаркой. И вот очень многие добивались благосклонности этой красавицы-цыганки. Она была очень строптивая, не со всеми знакомилась. И вот именно Алексей Ильич Стаханов своими ухаживаниями долго добился ее симпатии. И в них рождаются двое детей. Дочь Клава родилась в 1933 году. Несколько позже рождается сын Виктор. Но, к сожалению, Дуся умирает совсем молодой. Она умерла от неудачного аборта, от большой потери крови. Свою вторую жену Алексей Стаханов встретил через год, в 1936. Уже будучи известным, можно сказать, в «Зените славы», он приехал в Харьков. И на одном из концертов Алексей обратил внимание на девушку, которая пела на сцене. Галина Бондаренко училась в восьмом классе. Ей было всего лишь 15. Стаханов полтора года ухаживал, договорился с отцом Галины Бондаренко, чтобы он разрешил дочь свою выдать за него замуж. Ей приписали к 18 лет полтора года. То есть Стаханова старше ее было, на 17 лет. Дети Стаханова от первого брака сначала в штыки приняли мачеху, потому что разница у Клавы и у мачехи была всего 8 лет. Но потом Клавдия Ивановна была очень мягкий, добрый человек, завоевала доверие, любовь детей и воспитывала их впоследствии, как своих. У Стаханова в браке потом родился сын Владимир, дочь Эмма. Они умерли в младенчестве. Потом родилась дочка Алла, и Алла была последней, а перед Аллой Виолетта. Она родилась в 40-м году. Почему Виолетта? Вот всегда спрашивают, такое необычное имя. Стаханов из всех искусств предпочитал оперетту. Особенно ему не нравился балет, он очень любил балет. Но предпочитал оперетту. И вот, просмотрев фиалку Монмартра, он решает назвать свою дочь Виолеттой. Мать хотела назвать ее Оксаной, а он только Виолеттой. И вот в детстве он ее звал Вивка. Такая женщина, она больше похожая. Я встречалась с Виолеттой Алексеевной в этом году. Была командировка в Москву. Видела с ней, с ее дочерью Наташей и ее внуком Алексеем. Получится, правнуком Алексеевича Стаханова. Мальчик очень похож на своего деда. Не по возрасту рослый. Такой крепкий мальчик. Рыжий, весь в канапушках, как был и в свое время Алексеевича Стаханова. Нужно сказать, что когда-то в детстве Галине Ивановне цыганка нагадала, что будет она жить в Москве, в почете и достатке и даже увидит самого царя. Галина в ответ на слова цыганки рассмеялась. А впоследствии так и получилось. Жила она с мужем в шикарной квартире в самом центре Москвы. К ее услугам был правительственный автомобиль. И царя она видела, Иосифа Виссарионовича. Все было хорошо в московской жизни Читы Стахановых. Кроме одного. Любовь Алексея Григорьевича к компаниям, его общительность приводили к частым застольям, проще говоря, пьянкам. Стаханов был щедрый, добрый человек. Он участвовал во многих застольях. Ну, это, видно, отложило потом свой отпечаток, втянулся, может быть, человек. Был у него очень широкий круг друзей. И Стаханов очень дружил с сыном Сталина Василием, хотя разница в возрасте у него была большая. И вот из рассказа Жигалины Ивановны, мы увидели с ней в 80-х годах, когда она еще была жива, один из загулов, что их пьяными с Василием нашли в метро, Сталин вызвал на следующий день Стаханов и сказал, что если тебе еще будешь спаивать моего сына, я тебя застрелю. И Стаханов уже больше от Василия держался подальше. Но загулы у него не прекращались. Тем временем карьера Алексея Стаханова складывалась довольно успешно. Алексей Григорьевич стал депутатом Верховного Совета, переехал вместе с семьей в столицу. Его слава и известность обязывала получить лучшее образование, чем то, которое он имел. И он поступает в промышленную академию. Но учеба давала Стаханову с большим трудом. Проучившись в начальной школе всего три года, он с трудом писал. Ему тяжело было понять разные там коси, носу, дроби, квадратные корни. Он гораздо лучше держал в руках отбойный молоток, чем перо. Ему помогала учиться его жена. И закончил он. Она сама ходила с ним на занятия. И вместе с ним тоже училась в промоакадемии. Закончил он уже промоакадемию в 42-м году. Там прервалась учеба, связанная с войной. В 42-м году он закончил, уже работая в Караганде. А в Караганду его послала партия работать на шахту номер 31 директором шахты. В то время, вы знаете, что все мужчины ушли на фронт. И в основном в шахтах работали женщины. И до Караганды еще отбойный молоток не дошел. Там же работали женщины на обушках. Женские бригады на валоотбойщиц. И вот мне посчастливилось быть в Караганде, в командировке, на этой шахте. Я встречалась с женщинами, где он работал на этой шахте. И они рассказывали, что Стаханов приходил на работу, не заходя в свой кабинет, переодевался в грязную одежду, спускался с ними в забой, наравне с ними рубил обувь. То есть он был простой, обыкновенный шахтер, который вот своими руками добывал уголь и показывал женщинам, как правильно рубить уголь именно обушком. Из Караганды в 1942-м Алексей Стаханов вернулся в Москву. И до 1956 года он возглавлял отдел соцсоревнования при управлении Организацией труда и наград. Затем судьба сделала еще один резкий поворот. Приезжает на встречу с Никитой Сергеевичем Хрущевым, Морис Торрес, лидер французской партии. И в одном из разоворов он спрашивает, «Погоди Алексей Стаханов». На что Никита Сергеевич отвечает, «Стаханов на Донбассе рубит уголь». Но ему потом уже сообщают, что Стаханов здесь он, сидит тут в кабинете и возглавляет отдел соцсоревнований. Его за 24 часа отправляют на Донбасс. И отправляют не сюда, где он сделал рекорд, не сюда, где все его знают, а отправляют в город Чистяково. Именно там родился Морис Торрес. Впоследствии Чистяков был назван городом Торресом. И вот там Стаханов проработал, добыл свою оставшуюся жизнь. Для него это было большим ударом. Он был в почете, он был в фаворе, его все уважали. Будучи руководителем большого отдела, наградного, он очень помогал своим бывшим друзьям и с наградами, решал очень многие вопросы. Жена, к сожалению, со Стахановым не поехала. Но не поехала не только потому, что говорили, вот были имена, из меркантильных соображений, что бросить квартиру. Нет. В то время еще были маленькие дети. В 10 класс заканчивала Виолетта. В 7 классе училась Алла. Дочь Алла еще была. Это она стала впоследствии кандидатом общественных наук, диктор центрального телевидения Азали Хитченко. Ну, псевдонима Аллы Стахановой. Она умерла молодой в 42 года. И, кроме того, старшая дочь от первого брака Клава в 8 классе рожает мальчика Алика. И Галина Ивановна не могла бросить детей, не могла бросить новорожденного внука, чтобы ехать со Стахановым, ну, скажем так, в ссылку. Сначала думали, что это временная мера, год там, полтора. Но потом было негласное указание тогда правительства, что Стаханова в Москву больше не пускать. Все это было с тем, что Алексей Григорьевич начал выпивать. Алексей Григорьевич был обижен на советских руководителей, которые поступили с ним несправедливо, на жену Галину, которая осталась в столице, и на саму судьбу, за то, что сыграла с ним такую злую шутку. Когда Стаханов приехал в Торрес, поначалу для него даже не нашлось должности. Затем он начал работать помощником главного инженера. Со временем разладилась семейная жизнь, разлука сделала свое дело. Алексей Григорьевич нашел другую женщину, Антонину. Галина Ивановна приезжала, проведывала, пыталась устроить быт. Но Алексей Григорьевич стал все чаще выпивать. И, как сказала Виолетта Алексеевна, дочь Стаханова, мама приезжала в синяках, то есть он не бил ее, он мог просто схватить рукой, придавить. И вот на теле оставлялись синие пятна. И мама очень обижалась. Стали присылать не очень приятные фотографии с изображением, с разными женщинами. И мама обиделась и перестала, говорит, просто поддерживать отношения. Но это случилось не сразу, а в течение нескольких лет. Галина Ивановна была официальной женой Стаханова. Дуся была гражданской женой первая, не расписанная. Но Антонина, может быть, и не зная, что Стаханов не развелся, решила расписаться с ним. Стаханов расписался. И вот она копия свидетельства о заключении брака выслала Галины Ивановне похвалиться, что ли. Галина Ивановна подала в суд. Значит, это считалось двое женство, они не были разведены. Фамилию Стаханова, так как за Антониной осталось, менять она не стала фамилию. Но факт тот, что это был неверный брак, нельзя было. Это было двое женство. Суд признал. Стахановское движение развивалось и укреплялось. Вся страна восхищалась трудовыми подвигами последователей Алексея Стаханова. А он сам, казалось бы, и не имел отношения ко всему этому. Его образ, которому практически поклонялись, из которого брали пример, существовал сам по себе. А живой человек Алексей Стаханов жил своей жизнью. Чувство несправедливости, лишенный уважения и почета. Даже звание Героя Суцтруда Алексей Григорьевич получил позже всех стахановцев, в 1970 году. Шахтер даже не счел нужным ехать за наградой в Москву. Он чувствовал себя забытым и ненужным. И все чаще стал прикладываться к бутылке. Как говорили с горькой иронией его коллеги по работе, пел он тоже по-стахановски. Даже прозвище получил – стаканов. В последние годы жизни он периодически лечился от алкоголизма в психиатрической больнице. Он долго болел, часто лежал на лечении в психиатрической клинике. Но пусть не считают многие, что стаханов именно умер от запоя. Нет. Он болел, он пролечивался, он даже старался работать. И вот чтобы как-то поддержать, он хоть и получал хорошую пенсию, но ему на жизнь не хватало. Он даже подрабатывал извозом. У него была машина, и он подвозил людей, ну там, когда заказали, куда надо, к определенному месту. А умер он от того, что лежа в больнице, шел смотреть телевизор со всеми, ну, большую комнату, поскользнулся на шкурке яблока, упал, ударился головой. И вот от этого умер. От кровоизлияния в мозг. Когда Алексей Стаханов приехал на Донбасс, он не подозревал, что судьба готовит ему такие перемены в жизни, о которых он даже не мечтал. А когда все вернулось на круге, он жил с обидой до конца своих дней. Через год после его смерти, по желанию жителей Кадьевки, город переименовали. Теперь он называется Стаханов. Кстати, единственный город в мире, названный в честь простого рабочего человека. В городе находится школа, которая носит имя Алексея Стаханова. В честь знаменитого шахтера названы улицы, площадь. А если вы когда-нибудь побываете в Париже, то прогуляйтесь по площади Этуаль. Здесь вы увидите огромное панно, на котором изображены самые знаменитые люди 20 века. Среди выдающихся деятелей науки, техники, культуры и искусства изображен и наш земляк, простой шахтер, который виртуозно умел держать в руках отбойный молоток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok